Здравствуйте, с вами Сид Рот. Добро пожаловаться в мой мир, где сверхъестественное естественно. Мой гость, молящийся медик, говорит, что если вы будете делать эти две вещи постоянно, тогда вы будете непрерывно слышать голос Бога постоянно, уточняет он. Вам это интересно? Существует ли сверхъестественное измерение? Мир за пределами того, что мы знаем. Есть ли жизнь после смерти? Существуют ли невидимые силы тьмы, которые пытаются помешать Божьим благословениям в вашей жизни? Существуют ли ангелы, предоставляющие нам сверхъестественную защиту, обезоруживая наших врагов? Могут ли наши сны содержать какие-то послания с небес? Можем ли мы прикоснуться к древним тайнам сверхъестественного? Правда ли, что Бог готов принести на Землю волну исцелений? Сидрот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы. Это сверхъестественное. Итак, многие знают про молящегося медика Дэйва Хейс. Но для тех, кто еще не слышал про него, я вкратце расскажу. До 38 лет Дэйв был убежденным атеистом, сотрудником скорой помощи. В 2000 году он поверил в Мессию, и затем с ним начали происходить довольно странные вещи. Конкретно. Он начал слышать голос Бога. Потом у него был свой пророческий сон. И что же Бог сказал вам делать с вашими пациентами в машине скорой помощи? Он сказал, я хочу, чтобы ты молился за своих пациентов. Я покажу тебе, что с ними не так. И если ты будешь молиться, я их исцелю. Так, когда он вам это сказал, вы были новообращенным верующим. Для вас это было в новинку. Вы подумали, что станете целителем-евангелистом, будете исцелять во имя Иисуса. Или вообще, что вы подумали? Я был в замешательстве, я не понял. Даже не верил в то время в исцеление, не верил в чудеса, никогда не видел, чтобы кто-то получал исцеление. Более того, буквально за пару недель до этого мы с женой поссорились по поводу исцеления. Она верила в чудеса, я нет. И тогда у меня был сон. Бог сказал, я буду творить через тебя чудеса. Хорошо, но у вас было то, что евреи называют хуцпа. Смелость... Ну, правда, он не еврей, но каким-то образом хуцпа у него оказалась. Я вам расскажу, что этот парень сделал. Вы такого не делали? Он сказал мне, что помолился за 400 человек в скорой помощи. Сколько из них исцелились? Ни одного. Вы слышали? Ни одного. Сколько человек получили исцеление из 400? И ведь это машина скорой помощи, это ваша работа. А вы можете лишиться этой работы. Я уверен, что все это мелькало в вашей голове. Ну, расскажите мне про одного из первых людей, которые исцелились, и как это произошло. Я был в машине скорой помощи. День был жаркий, и мы с напарником зашли в магазин за напитками, и я купил себе гатарейт. Я подошел к кассе, встал в очередь, а передо мной стояла женщина. Почему-то я посмотрел и закрыл глаза. Я увидел видение. Теперь я знаю, что это такое. На тот момент я не подумал, что же это. Я увидел образ этой женщины и слово «мигрень» под ним. Это была буквальная надпись. Надпись на изображении? «Вы раньше уже видели эту женщину, да?» «Нет, никогда раньше не видел». «Хорошо, раньше со мной такого не случалось». «Хорошо». Тогда я подумал, ну, хорошо. Похоже, Бог говорит мне, что у нее мигрени, так как Он желает, чтобы я за нее помолился. Поэтому вдруг ниоткуда у меня появилась такая уверенность. Я сказал, «Здравствуйте, я Дэйв, я работаю фельдшером, у вас мигрени?» И она вдруг начала плакать. Я спросил, «А что случилось?» Она ответила, «Да, у меня мигрени». «А откуда вы знаете?» Я сказал, «Мне это показал Бог. И я думаю, Он желает, чтобы я за вас помолился». И я помолился за нее. Головная боль полностью ушла. Женщина плакала и сказала, «Вы не понимаете, что произошло». У меня были мигрени на протяжении многих лет. Сегодня я снова проснулась с головной воли, и я спросила Бога, когда же Он меня исцелит. И тут вы. И она исцелилась. И я услышал ее историю через несколько месяцев и связался с ней. У нее больше не появлялись мигрени никогда. И это только начало. Он исцеляет так много людей. Он работает в скорой помощи. Столько людей получили исцеление после этого случая. Вы просили задать вам вопрос. Почему первые 400 человек не были исцелены? У вас ведь был сон от Бога, да? Верно. И почему? Потому что я не знал, как высвобождать силу и как пользоваться властью. Я думал, что я могу умолять Бога исцелить кого-то, и человек исцелится. Это то, что я делал первые два или три месяца. Пациенты тихо лежали на каталке. «О, Господь, если на то воля Твоя, пожалуйста, исцели их». Тихо молился я, чтобы никто не услышал. Пару месяцев я делал так, но никто не исцелялся. Когда я начал изучать Новый Завет, как Иисус и ученики исцеляли людей. Тогда я понял, что все дело в силе, Духа Святого, который живет в нас. Когда я понял, что все дело в том, чтобы высвобождать силу и пользоваться властью, я стал постоянно видеть исцеление людей, буквально каждый день. Расскажите мне об одном из недавних исцелений. Мне бы хотелось послушать... Вы имеете в виду то, что произошло на конференции? Да. Я был на конференции в ТАКОМе в прошлом году. Ко мне подошла женщина и попросила молящийся медик, помолитесь за меня. Мне нужно исцеление. Я ответил, да, я буду рад помолиться за вас. Она знала меня. Моя приятельница. Мы переписывались по электронной почте. Раньше я уже молился, чтобы она исцелилась от эмоциональной травмы после сексуального насилия в детстве. И она уже была от него исцелена. У нее была эмфизема. У нее были проблемы с циркуляцией. Ее ступни были фиолетового цвета. У нее были проблемы с сердцем, щитовидной железой. Список болезней был длинным. Я молился за нее минут десять и знал, что у меня не было достаточно времени, чтобы все исцелилось. И когда я молился, то почувствовал, что Господь сказал мне, «Скажи ей, что ты собираешься отправить ангелов, дабы они были с ней, когда она вернется домой после конференции». Я так и сделал. Я сказал, ангелы будут следовать за тобой до конца недели, после того, как ты вернешься с этой конференции. Довольно дерзкое заявление. Да, я стараюсь быть послушным. Для этого лишь требуется иногда делать шаги веры. Раньше я никогда не слышал от Господа ничего подобного. Поэтому я ей это сказал и вернулся на конференцию. Через пару недель она мне прислала письмо и сказала, «Ты не поверишь, что со мной произошло». Прежде всего, на следующий день фиолетовая кожа на моих ступнях стала нормального цвета. Все заметили, что ее циркуляция пришла в порядок. Когда она была на приеме у врача, врач обратил внимание, что ее дыхание стало нормальным. Больше не было одышки и хрипов, как раньше. И она сказала, но самое удивительное произошло в среду, после того, как я вернулась домой. Я собиралась спать, легла в кровать, а тут видела ангела рядом с моей кроватью, который лил на меня масло. И она продолжила, «Мое дыхание лучше, все мои болезни уходят». Она продолжала получать исцеление на протяжении последующих нескольких месяцев. В итоге у нее восстановилось давление, восстановилось дыхание. Ее исцеление продолжается. Она сообщает мне, когда уходит очередная болезнь, я верю, что эти ангелы по-прежнему с ней. Знаете, много лет назад, еще молодым верующим, я видел, как доктор Кеннет Хейген, который сейчас на небесах, совершал великие чудеса. Затем я слушал его проповедь о том, как мы можем это делать, и я сказал себе, нельзя научить дару. Дар — это дар, он только дается или нет? Вы слышите Бога. Вы не можете научить других слышать Бога. Или все-таки можете. Да, можно, и я это делаю. Я не верю в то, во что верят многие люди. О слышании Бога, о видениях, обо всех этих ангельских вещах. Эти ангельские вещи может испытать любой. Если такой атеист, как я, может такие вещи делать, я не особенный, у меня нет особенного помазания. Бог конкретно сказал мне, я хочу, чтобы ты научил моих людей действовать в сверхъестественной сфере. Как слышать мой голос, как видеть видение, как исцелять. Об этом все мои книги. Это то, чем я занимаюсь вот уже на протяжении семи лет. Каждый верующий может действовать во всех этих областях, в которых вы действуете или нет. Каждый, кто хочет и желает это применять. Один из самых частых комментариев, которые я получаю от людей, прочитавших мою книгу, про то, как слышать голос Божий, «Ух ты, я прочитал вашу книгу и понял, что слышал Бога». Он давно со мной говорит, а я просто не понимал, что это на самом деле был Он. Когда мы вернемся, Дэйв расскажет, что когда вы будете регулярно делать две вещи, вы будете слышать голос Бога все время. Мы скоро к вам вернемся. Не переключайтесь. Это сверхъестественно. Я вижу, вы сидите на краешке стула в нетерпении. Что это за две вещи, Дэйв? Я готов это делать и способен. Я надеюсь, назовите мне две эти вещи. А что если эти две вещи что-то, что люди по своей природе не любят делать? Я буду с вами откровенен. Я готов делать, что нужно, чтобы слышать голос Бога все время. А вы? Хорошо. А что если я вам скажу, что вам нужно выключить YouTube, выключить Netflix, выключить телевизор, радио, выключить все эти вещи? Главное, что вы не сказали, что нужно перестать есть китайскую еду. Шутка. Китайскую еду есть можно. Господь провел меня через время обучения, потому что я никогда не видел видения. Никогда не слышал голос Бога. Поэтому мне пришлось пройти это время обучения, и это также потребовало выключить весь внешний шум. Бог говорит с нами, и часто мы не слышим или не воспринимаем, что Он говорит. Потому что наш мозг атакует другие вещи. Если вы избавитесь от хлама, будете в тишине, вы поймете, что Он всегда с вами говорит. Эти две вещи, которым нам нужно научиться, это как успокаиваться и быть в тишине. И нам нужно, конечно же, тренироваться. Постоянство очень важно. У меня ушли месяцы на то, чтобы научиться видеть видение, узнать, как действительно слышится Его голос. Давайте перейдем к медитации. Я не имею в виду медитацию в том смысле, как ее понимает Нью Эйдж. Я очень на это надеюсь. Я имею в виду то, про что Давид говорил. Я буду размышлять о Слове Твоем день и ночь. Я буду размышлять о Твоей благости. Я буду размышлять о Твоем присутствии. Я обнаружил, что один из простых способов связаться с сердцем Бога – это размышлять о Его благости. Есть стих, где говорится, что Моисей молился и разговаривал с Богом, и Моисей сказал «покажи мне свою славу». И Бог вместо того, чтобы сказать «хорошо, я покажу тебе мою славу», сказал «я покажу тебе всю мою благость». Это ведь синонимы, вы-то как думаете? Я думаю, да. Я думаю, что когда вы ощущаете славу Бога, вы ощущаете всю Его благость. Мне это нравится. Итак, когда вы учите людей, и они делают так, как вы учите, это всегда действует? Или бывают какие-то препоны? Что-то мешает им? Да, это получится. Нужно немного инструктажа. И нужно немного учения. Поэтому вы сказали, что первые 400 человек не получили исцеления. Дело не в том, что Бог не хотел их исцелить. Я не знал, что я делал. Требуется немного наставления. Если говорить про то, что вы не знали, что делали, вы поверите, что этот человек презирал Дональда Трампа за его президентство? Но потом что-то случилось, и вы узнаете, что именно, когда мы к вам вернемся. Это сверхъестественно. Многие зрители сообщают о чудесах исцеления, произошедших в результате просмотра программы. В моей левой ноге начали чувствоваться спазмы. Были сильные боли в ноге. Иногда я мучилась от боли всю ночь, а на утро боль становилась совершенно нестерпимой. Казалось, мне уже ничего не поможет. Я включила вашу программу, в гостях был Крайк Хилл. Я помолилась вместе с ним молитвой покаяния против проклятий и за то, что судила моих родителей. И боль сразу же исчезла. Спасибо, Господь. Я боялась сверхъестественного, пока не начала смотреть вашу программу и заниматься по вашему учебному пособию на DVD. Сейчас мой страх исчез, и я верю в то, что Бог коснулся меня. Если Бог коснулся вас через программу «Это сверхъестественно», напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. Многие зрители сообщают о чудесах исцелениях, произошедших в результате просмотра программы. У меня в пояснице не было диска, и когда я смотрел программу, Сид сказал, «Бог исцеляет чью-то спину». Я мгновенно понял, что я исцелен. Я даже стал выше на 2 см. Спасибо, Иисус. Если Бог коснулся вас через программу «Это сверхъестественно», напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. Дэйв сказал мне во время перерыва, что его сильная сторона — эмоциональное исцеление. И вы сказали мне, что прежде всего вы хотите молиться за эмоциональное исцеление, а потом за телесное. А почему? Как и многие люди, которые имеют успех в исцелении, практикуют это, молятся за людей, вы достигнете такого порога, что примерно 80% людей, за которых вы помолились, получают исцеление. Но есть некоторые болезни. С автоиммунными заболеваниями часто очень сложно добиться успеха и исцелить. Поэтому я спрашивал Господа, как я могу исцелить эти оставшиеся 20%. И тогда Господь начал учить меня об эмоциональном исцелении и эмоциональной травме, и корнях всего этого. Так как я работал в скорой помощи, времени на двухчасовую сессию по эмоциональному исцелению у меня не было. Бог должен был дать мне что-то простое и очень быстрое. И вы поняли, что когда вы справляетесь с эмоциональным, у этих 20% с физическим все просто, да? И с людьми, которые получили большое количество молитв, но не получили исцеление. Это большое количество людей, 20%. Верно. И когда я разговариваю с людьми, которым нужно исцеление, а то спрашиваю, за вас уже много молились? И если они отвечают «да», я немедленно перехожу к эмоциональному исцелению, потому что дело не в силе, не во власти, но в эмоциональной травме. И тогда болезни уходят. Вы помолитесь за эмоциональное исцеление в конце нашей программы? Конечно. Вам интересно? Да, вам точно интересно. Вы аплодируете из дома, да? Ну, хорошо. Вам не нравился президент Трамп. Почему вы передумали? Это было до того, как он стал президентом. Вам не нравился Дональд Трамп? Нет, мы с женой поддерживали другого кандидата. Нам не нравился Трамп. И потом у меня были эти сны. Сначала я сказал Господу, если у тебя есть особенные откровения для меня о кандидатах, я готов. И потом он начал давать мне сны о Трампе. То, что изменило мою перспективу, мое представление о нем, ведь раньше я думал о нем совершенно иначе, совершенно иначе относился к нему. Он показал вам намерение Бога для Трампа, я думаю, три сна. Расскажите мне вкратце, какое намерение у него было. До выборов он не показывал мне, что Трамп победит. Он показал мне, что станет возможным, если Трамп выиграет. Один из этих снов был за месяц или за два. До выборов, где Трамп, где он встречался, вы помните эту давнюю встречу? Я хотел бы добавить, что все опросы показывали, что он не победит. А теперь продолжайте, пожалуйста. Верно. Трамп был в этом сне. Я видел, как он встречался с людьми, которые настроены с позиции расизма, нетерпения, ненависти. И он им сказал, что к ним толерантности больше не будет. И он противостоял этим позициям. Но вы понимаете, что люди, которые верят тому, что говорят новости, скажут вам, что у него действительно есть такие позиции. Я лично знаю, что это не так, но большинство людей не поверят тому, что вы говорите, даже теперь, когда он уже президент. Точно. Большинство христиан даже не молятся за него. Я знаю, разве это не плачевно? Хорошо, что еще Бог показал вам. Он также дал мне сон, опять же, прямо перед выборами, когда Трамп выступал со своим планом экономического возрождения. И в ту ночь мне снилось, что у меня была возможность выразить свои предпочтения. И когда я так сделал, я выразил предпочтение Трампу. Я прошел сквозь что-то, что могу назвать только порталом в другое измерение. В будущее, в котором я жил, я наблюдал за обществом, где было лучшее из лучшего. Мы были обильно благословлены финансово. Никто не нуждался. Не было бездомных. Обо всех нуждах позаботились. Мы жили в обильно благословленном обществе в результате того, что сделали правильный политический выбор. У нас заканчивается время, и я вам скажу вот что. Мы не можем жить этим, если мы хотим знать, как Бог желает, чтобы мы молились. Нам нужно ходить по духу в такие времена, как наши. Нужно, чтобы вы помолились за людей прямо сейчас, за их эмоциональное и телесное исцеление. Дэйв, давайте. Прямо сейчас. Хорошо. Вот что я прошу вас сделать. Я хочу, чтобы вы подумали о таком событии в вашей жизни, которое вызывает самые негативные эмоции, неважно, чувство вины, стыда, гнев. Подумайте об этом событии. Определите, какие эмоции вы испытываете. Попросите Иисуса убрать от вас эти эмоции. Исцелите рану вашей душе и скажите, что вы получаете его исцеление. Потом подождите минутку и снова подумайте об этом событии. Поймите, какие отрицательные эмоции вы испытываете. Стыд, вина, ненависть. Попросите Иисуса забрать эти эмоции. Исцелите рану вашей душе и скажите, что вы получаете его исцеление. Продолжайте так делать, пока при воспоминании об этом событии вы не перестанете чувствовать отрицательные эмоции. И вы получите исцеление от травмы в результате этого события. И эти чувства больше к вам никогда не вернутся. И только из-за того, что времени мало, нужно, чтобы вы сейчас помолились за исцеление. Я повелеваю, чтобы каждый дух боли покинул вас. Я повелеваю, чтобы все связки и кости, нервы, сухожилия, диски исцелились. Повелеваю всем болезням уйти. Воспаление я повелеваю тебе уйти. Я провозглашаю здоровье над вами. Господь, пусть твоя слава будет на них. Я молюсь во имя Иисуса. Знать Бога — это все. Все. И не знать Бога — это ничего. Вы будете знать Бога, если скажете Ему, что вы сожалеете о своих грехах и верите, что Иисус смыл их, и потом попросите Иисуса жить внутри вас и быть вашим Господом. Если вы никогда этого еще не делали, вы не сделали ничего. Смотрите в следующем выпуске. Вы жаждете общаться с Богом постоянно, ежедневно? Может быть, вы задаетесь вопросом, возможно ли это? Ответ — да. Я Патриша Абутсма. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам на этой программе с Сидом Ротом, и мы исследуем образ жизни в духе встреч с Богом. АСН — онлайн-сеть, это сверхъестественно. Теперь доступна для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров. АСН — это записи наших программ 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Только что я снова посмотрела вашу программу, и я благодарю Бога за вашу программу. Люди с восторгом смотрят наши программы о чудесах. Теперь и вы тоже сможете пережить такое же прикосновение от Бога. Присоединяйтесь. Загрузите приложение АСН сегодня. У Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. АСН — онлайн-сеть, это сверхъестественно. Для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров благодаря бесплатному приложению АСН. Миру не нужна еще одна христианская телесеть. Миру нужны программы, которые будут менять их жизни с ощутимым влиянием Божьего присутствия. Людям нужна возможность иметь к ним доступ когда угодно и где угодно. Вы должны получить это. АСН — это записи наших программ, доступные 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, на вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями, выбирайте из десятков впечатляющих эпизодов, загрузите приложение бесплатно. Где угодно и когда угодно, у Бога нет ограничений, как и у вашего доступа к Божьему сверхъестественному. У Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. АСН — онлайн-сеть, это сверхъестественное. Теперь доступно для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров. Люди с восторгом смотрят наши программы о чудесах. Теперь и вы тоже сможете пережить такое же прикосновение от Бога. Присоединяйтесь к нам. АСН — это записи наших программ 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, на вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями. Выбирайте из десятков впечатляющих эпизодов, загрузите приложение бесплатно. Расписание передач по телевизору рассчитано на наших родителей. С приложением АСН я смотрю их по своему расписанию. Приготовьтесь получить свой прорыв, свое исцеление и свое чудо. Загрузите приложение АСН сегодня.